Привет, друзья! Мы находимся в Анталии. Сегодня 3 июня. Маша, Мирох, сын наш. Короче, мы нашли место, сегодня заморочились, нашли место, где есть 8 банкоматов, где можно снять валюту. У нас есть карта Мир от Альфа-банка и Тинькофф-банка. Сегодня курс лира, значит, сколько? 3,75 рублей, доллар 61,43 и евро 64,90. Посмотрите, какие мы банкоматы будем снимать и гарантии BBVA, Халкбанк, Вакивбанк, Зиратбанк, там Япикреди синенький банкоматик, зелененький это ТЕБ или Ортек, АТМ. В общем, вот такой банкомат. Банкомат с надписью Банкоматик, он, наверное, один из первых начал работать. Денисбанк, вот такой банкомат. И на бонус мы еще пополним карту проезда на общественном транспорте Анталия-карт. Поскольку уж есть здесь этот банкомат, то и сделаем это тоже. Сегодня у нас 3 июня, мы находимся в Анталии. Вперед, друзья! Что-то буду снимать, что-то не буду. В банкоматах имеется в виду, чтобы пин-код или еще чего-нибудь не зацепить. А также мы попробуем узнать, какой курс, в каких банках. Мы попробуем две карты снимать деньги и узнаем, в каком курсе, в какой комиссии это происходит. Да, снимать будем одну сумму и отчитываться по всем комиссиям. Для начала мы будем пробовать банкоматы, в которых нарисован логотип Мир. Здесь его нет, это Денисбанк. Пойдем дальше. Кроме того, у нас есть опасения, наверное, они оправданы, в том, что карточку может заживать за такое количество транзакций и не вернуть. Вот здесь есть логотип Мир. Давайте. UnionPay тоже есть. Что за банкомат? Это банкомат с надписью «Банкоматик». Тот самый, над которым мы периодически смеялись. Ну давай, вводи пин-код, я снимаю. Также в терминалах можно выбрать язык. И вот это можешь показать. Именно в банкоматике можно выбрать прям русский язык. Все, теперь отворачивайся. К слову говоря, банкоматик с надписью «Банкоматик» один из первых стал принимать карту Мир. Мы будем, наверное, повторяться в каких-то моментах. Это не вырезать, потому что снимаем одним кадром. Вам это какое-то из него зашло. И Маша сейчас снимает 800. Потому что сумма превышает суточную норму снятия денег. Пожалуйста, вот какая информация. Мы не можем столько снимать денег. Суточная норма снятия денег. Ну давай вводи 800 лир, получается. А я вот не представлялась 80 лет. Нет. Давай 100 лир, что ли? Ну я вижу комиссию. Я знаю, что в Тинькове комиссия, если больше, ну, меньше 3000 рублей снимаешь. Ну, пока Маша там разбирается. В общем, это уже второй дубль, как мы пробуем. И в прошлом банкомате нам Тиньков тоже вывел сообщение. Но на турецком. Там не было на русском сообщение. Мы его не поняли. И, в общем, стали снимать, ну, как получится. Как пойдет. Сейчас Маша попробует поменьше, да, сумму? 500 попробовала. Так еще и деньги не снять. Ну, давай 100, что ли? Ну, давай 100, побольше. Или, который он деньги предлагает. Он там варианты предлагает. Там, по-моему, максимально 250. Давайте попробуем. Ну, третий заход. В общем, 800 он мне дал снять. Лир. Турецкий. Ну, получается, все в банкоматах одно и то же. Надо выяснить, сейчас здесь какая сумма можно снимать. Хотя бы на русском языке банкомат. 100 долларов. Сними. Он предлагает. Ну, давай 100. 250 давай попробуем. Давай 250 пробуем. Максимальная сумма на экране была 250. Тоже. 100, что ли, давать пробовать. Ну, что, мы сейчас все, денег не снили? Ну, вот это да. Это все на альфа, да, карты? Да, но у Тинькоффа было то же самое. Ну, давай на альфа. 100 попробуем. А 100 лир это... Ну, так. А, ну, что-то не то снимай. 100 лир же, это много. Это 4 тысячи. Мне было 80 лир. Нет, подожди. Нет. 100 лир это 400 рублей. В смысле? 400 рублей? Угу. Ну, что за них купим? Почему за шляпу? Ха-ха-ха. Так, 100 лир пробуем. Момент истины. Что-то не то. А, есть у меня... Погоди, а мы же снимали с этого банкомата. Может, здесь денег нет? Подписочку оформил, братан. А, спасибо. Хорошего дня. Погоди, в другой банкомат? Давай в другой. А, с Тинькова? Мы же снимали в этом банкомате. Давай попробуем. Мы сами снимали. На Тинькове же точно, да, сейчас есть? Так, везде есть денег. Теперь пробуем, опять же, в банкомате. С надписью «Банкоматик». Я видела девушку, ходила, тоже с пачками денег. И ходила по банкоматам. Может, здесь денег нет? В этих банкоматах. Ну, 100 лир, это вообще смешно. 400 рублей. Сто, попробуем. Возможно, здесь нет просто денег в этом банкомате. О! Был какой-то звук. Так. Тиньков, снятие. 100 лир. Снял. Ну вот, друзья, сработало. Получается, в банкомате не сработала альфа-карта. И сработал Тиньков. На это нам потребовалось 6 минут отборного видео. Контент запиливаем. Ну, пока денег нет. Отлично. Сейчас мы пробуем больше суммы снять с этого банкомата. Потому что... Деньги. Ну и сколько, получается, 100 лир... Нам бы еще их выдали. Ага. Он как-то завис. То есть, карту вернул. Спасибо. Пол дела сделано. И... Опа. Вышло вот такое сообщение. Что? Так, а денег у нас нету. А типа сняли. Ну, наверное, их вернут. Сейчас мы это сферодируем. Ну, вот такое сообщение вышло. За счета деньги снялись, но не выдались. Спасибо, что это было 400 рублей. Но, возможно, их еще вернут. Да. Банкоматик. Сегодня ты ждешь. Ладно. Зелененький. ТЕБ. Здесь есть Юнион Пэй, но нет карты Мир. Пробовать не будем. Вон, с карты Мир-то... А снялось 5,20 рублей. Значит, курс 5,2. Да, ну что вы... Снялось, который мы не получили. Получается, 100 лирс сняли. Да. Который не получили. Получилось 5,2. Курс 5,20 рублей. Здесь нас сняли. 5,20 рублей. Это очень много. Это очень крепкий, я бы сказал, да, курс. Понял, ты верну... А вернули... Нет, смотри. А вернули, нам 4,30. Все, деньги вернули. В итоге получилось... Сняли 5,20, вернули 4,30. Потом пересчитали, типа, 4,30 и вернули 4,30. Все, деньги на месте. Но банкомат не работает. Так, ну 4,3 не самый грабительский курс. Но все-таки крепкий. Это банкомат Япи Кредит. Юнион Пэй. Амира нету здесь. А, да? Да. Идем дальше. В холодильник не будем пробовать? Нет. Зерат Банк. Орток? А, да. Зерат Банк. Здесь есть логотип Мир. Юнион Пэй. Все такие обновленные эти наклейки сделали. Не снимаем. Не снимаем. Так, он опять красную надпись выгнал. Лофтен. Что это? Другой язык. Вот. Вот русский есть. О, здесь есть русский язык. Ну, в общем, есть. Кнопка выбора языка тут. Давай. Мы пока еще ничего не сняли. Короче, мы денег-то уже и времени нормально потратили. А физически не получили еще ничего. 300 лир запрашиваем. Да это вообще ничего. Ну, вообще, девушка ходила по всем банкоматам, у меня было денег. Возможно, просто еще не заправили деньги. О, ура, ура, ура. Растенька. Так, слышим звук и точно знаем, где он. Мне уже даже интересно становится такой челлендж. Так, карточку нам вернули. Деньги 300 лир мы получили. Так, получилось, снялись нас. А вот он, чек, друзья. Нет, нам же в рублях. 1380 рублей сняли с нас. 1380 сняли. А это курс, получается, 1380 мы делим на 300. 4,6. А, ну, вы уж там сами считайте, но в Тинькове было 4,3. Как это Тиньков был? Банкомат поменялся. Да, в банкомате предыдущем было 4,3. Но мы их не сняли. Я точно знаю, что курс может рассчитываться в течение недели. Ага. Поэтому. Так, продавим другую карту? Зератбанк 4,6. Пробуем Альфа-банк. Выбор языка будет вот здесь сейчас, справа, снизу. Так, как будто какая-то информация опасная. Убирай. А еще мы находимся возле парка. Парк красивый и уходит вон туда, на набережную Конь-Иалты. Мы, наверное, пройдемся и заснимем это. Там вечером прикольно. Я пробую снять 500 лир. 500. Ваш банк не подтвердил вашу сделку. Ну, давай... А банк у нас не заблокировал уже? Сейчас попробуем другую сумму. Потому что, возможно, Альфа-банк, что мы начали столько снимать, и он... Что мы в другой стране находимся. Надо будет писать в чат в поддержке и пробовать. Не зря мы не взяли... Смышля, не зря взяли Тиньковскую карту. Вот. Ваш банк не подтвердил сделку? Получается, Альфа-банк у нас... А знаешь, почему не подтвердил? Почему? Потому что на карте Мер нет денег. Потому что она привязана не к текущему счету. Буквально винточку. Так, ну, ребят, получается и такое. А... Давайте посмотрим, какие еще у нас здесь банки. Это банк... Вакив-банк. Здесь есть карта Мер. Union Pay есть в банке. Халф-банк. Так, давайте покажем, что он здесь, там, в Ахамандане. Давайте. Сейчас, в общем, допинаемся до Вакив-банка. Вот сегодня контент, да. И причем, ну, информация-то, согласитесь, она нужная. Это вот реально то, с чем сталкиваешься, но тратишь на это, ну, там, день или... Ну, много времени мы вот второй раз такими делами занимаемся. И это много времени и ресурсов сжирает. А тут посмотрите, подождете какое-то время, потому что одним дублем снято что-то вырезать не получится. Ну, вернее, ничего вырезать не получится. Нам хотя бы понять, какие банкоматы можно ли вообще снимать с Альфа-банка, с Кинькова-банка. Курс там уже каждый раз будет разный. И еще зависит от вашего тарифа, карточки. Набережная Каньялты. Пока Маша там пин-коды набирает, чтобы... Все, я начинаю прощать вам. Ага. Все, пробуем. Ну, давайте 500 лет попробуем. Здесь он без... на английском, да, предложил? Да, здесь английский язык был. Здесь кроме английского так нет ничего. Знакомый он. Да, то же самое. Правда. И мы с тобой здесь обе прожили. Никого больше пробуем. Так, это Альфа-банк не прошел в Акиф-банке. Давай, вводи. Подожди, здесь не так все быстро. А я посмотрю, какие еще тут банкоматы. Халк-банк только UnionPay. И гарантии BBVA тоже только UnionPay. Есть. UnionPay, два вида. Интересный момент. Ну, стало быть, недолго вам осталось этот чудо-контент смотреть. Тинькофф тоже не прошел? Да. Ну, все. Вот это вот тот банкомат, с которого мы в предыдущий дубль начали и не смогли снять. Попробуют взирать Альфа-банке, получается, заработает только он. Да. Банкоматик нынче подвел. Возможно, нам просто денег нет. Давайте попробуем еще одну карточку. Получается все? Спасибо, хотя бы один банкомат есть. Скажу, как есть. Мы думали, сейчас быстренько с карточкой пробежимся по банкоматам. И удивились, почему этого никто не делал. А сейчас понятно, почему это никто не делал. И быстро пробежаться у нас не получилось. Мы еще хотели на вопросы ответить в предыдущих видосах. В комментах скопилось и что-то неинтересное действительно спрашиваете. Снятие. А, наверное, на вопросы отдельный ролик сделаем. Здесь сядем с интернетом и спокойно будем отвечать. Это у нас зерат. Зерат красненький банкомат. И у нас Альфа-банк сработал, да? Я сняла 500 лир сейчас. Давай возьмем чек и пропустим следующего участника. А чека не будет. Ну что, на этой прекрасной ноте. Давай читаем все, сколько получилось. Миров, ты вранец. Поехали плохого. Я еще хотела положить деньги на это. А, давай дойдем до интернета, чтобы увидеть, какие у нас сняли комиссии. Миров. Интернет у нас вот тут должен появиться. Неподалеку. Красивая аллея из пальм. Машин и асфальта. Ну, ребят, как есть. Вы уж не черчайте, что... Лишнего много, чего можно было бы вырезать. Еще не пугайтесь, получается, в банкомате. Можно пробовать все банкоматы. И все-таки лучше взять с собой несколько карточек. Видите, как оказывается. Угу. Восемь банкоматов, ребят. Из восьми три только. Если что, мы сейчас, если не получится обновить информацию, мы ее, знаете, как, мы в комментарии первым закрепленным сделаем или подпишем, что мы не сможем. А, ну ты... И у меня не открывается ничего. Давай, дождемся. Да, загляните под видео в комментарии. Если что-то забыли или какую-то принципиально важную информацию необходимо указать, мы ее там укажем. Потому что действительно вопрос денег, он важный, существенный. Вроде бы смотришь по конвертации где-нибудь на сайте, лира там три с половиной рубля, а доезжаешь до страны, а у тебя, скажем, не 35 тысяч снимется, а 45 тысяч снимется. А это уже большая разница. А действительно разница существенная. Мы в отель зашли наш. Добуемся в интернет. Так, ну у Тинькоу все то же самое осталось, получается, 4,6, да? Альфа-банк что-то не хочет открываться. Вот. Face ID. А, я в очках, хотя мы уже узнаем все. Заходим? Постромозиться. Напомним, Альфа-банк, ты снимала 500 лир. Так, снялось у меня 2102 рубля. 2102 мы делим на 500... 4,2. Это хороший курс очень. Ну еще, знаете что, у меня Альфа-банк... Давай подытожим. Альфа-банк, чтобы нет, это поняли, что Альфа-банк премиум карта, поэтому там нет комиссии и хороший курс снять. Да. В общем, с Альфа-банка сняли 500 лир и получилось, сняли с нас 2102 рубля. 102 рубля. Ну, 4,2 курса, это очень хороший, поэтому будем снимать через Альфа-банк, а не через Тинькоу. Вот, а дома на калькуляторе обычно курс лиры получался 3,5-3,7. Ну, сейчас на детали 3,75. Да, так что имейте в виду, какие делать наценки. То есть, еще хотя бы добавляйте, ну, пол лиры, а то и лиру. Ой, рубля. 4,2-4,7, вот так считайте. Ну, снять можно, и Альфа-банк, хоть они под санкции, и Митинькоу можно снять. Ну, что, одна из странных серий, не удивлюсь, если она зайдет в топ. Ребята, оставляйте в комментариях отметочки, хорошие, позитивные, и вопросы. А с другой стороны, когда мы снимаем одним дублем, вы переживаете те же самые эмоции, как бы вы сами пошли искать эти деньги и нервничали. Да, это как в Египте мы кучу эмоций пережили, а потом на монтаже уже, может быть, можно какую-то волнующую музыку переложить, наложить, добавить, но уже впечатления тогда будут не такие. Спасибо, что досмотрел до конца. Сегодня еще будет, наверное, одно или два видео. Хорошего дня, прекрасного настроения. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok